Всем привет, вы на канале Лилпфо, и сегодня снимаю для вас новое видео в этом месте. Не спрашивайте меня почему, просто вот захотелось. Я думаю, что этот ролик зайдет многим из вас, потому что сегодня я покажу вам, как выполняется элемент Огненная Змейка. Этот элемент является одним из самых сложных в фигурном катании на роликах квадров, и впервые я увидела его в сериале Я Луна. Ну и давайте я уже покажу, как он выглядит. В начале выполнения этого элемента вы делаете несколько шагов назад, обычно от двух до трех шагов. Это выглядит как подсечка, только вы делаете шаги не вперед, а назад. Потом вы должны повернуться спиной вперед, чтобы сделать тулуп. Тулуп в выполнении Огненной Змейки выглядит не как обычно, то есть вы приземляетесь не на одну ногу, а на целых две. При этом у вас получается правая нога на полной стопе, а левая приземляется на пятку. Далее вы делаете вращение на пятках. Самое главное это то, что вращение должно закончиться именно спиной вперед, потому что дальше вы будете прыгать опять же тулуп. После выполнения второго тулупа идет следующее вращение. И обычно есть несколько вариантов, то есть можно сделать два вращения на пятках, либо вращение на пятках и обычное, либо, как в моем случае, я делаю вращение на пятках и вращение на носке левой ноги. Скажу вам сейчас небольшой секрет при выполнении вращения на левой ноге на носке. Чтобы получилось больше вращений, больше оборотов, старайтесь давить передними колесами вовнутрь и ногу не поднимайте слишком сильно высоко. После вращения на носке левой ноги вы должны остановиться опять же спиной вперед, потому что дальше будет прыжок на 360 градусов. Чтобы выполнить данный прыжок, вы должны встать на обе ноги над тормоза и прыгнуть на 360. При этом, когда вы приземляетесь, у вас левая нога получается на полной стопе, а правая приземляется на тормоз, вы подгибаете колено и садитесь на него. Надеюсь, что вам понравилось это видео и вы научились делать данный элемент. Если так, то ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео, узнавать о них в самом первом. Ну и всем пока-пока, встретимся с вами совсем-совсем скоро. Пока!